всем привет сегодня мы с вами вспоминаем наши самые теплые воспоминания и так для начала я хочу нас всех попросить задуматься и вспомнить какое у нас самое самое такое теплое яркое воспоминание не знаю с прошлого лета не знаю первое что придет на ум до 1 там какое самое теплое воспоминание не знаю я помню я в детстве я помню в детстве например была маленькая и у нас у мамы всегда стояла в комнате кровать для тех кто если у ребенок болеет то всегда мы приходили в комнату к маме и спали с мамой так у меня самое теплое воспоминание когда я болела и приходила к маме в комнату и конечно же я прошу вас задуматься какое ваше самое теплое воспоминание такое которое греет душу. Может быть, это когда вы кому-то сделали какой-то вау-подарок, и вам так понравилась эта реакция, и это сейчас греет вам душу. Или же, может быть, это вам сделали какой-то классный подарок, и он до сих пор греет вам душу, вам так приятно, что кто-то уделил вам время и внимание, и силы, и возможности, да. Это может быть, когда мы носом уткнулись просто в чье-то плечо, да, когда мы приехали в гости в деревню к дедушкам, вот к бабушкам, да, или когда мы к родителям, не знаю, когда мы прошлым летом отдыхали, помнишь, там, да, вот это вот теплые воспоминания, которые греют нашу душу. А какое еврейское есть, какое есть такое теплое воспоминание у еврейского народа? Такое теплое воспоминание — это наш храм. Это наш храм, который был в Иерусалиме, да, это то место, где мы утыкались носиком в плечо Всевышнему, да, это то место, где мы носили подарки ко Всевышнему, где мы ощущали это тепло, эту любовь, да. Сейчас трудно почувствовать в нашем бешеном ритме жизни, да, в том, как мы живем. Иногда мы просто теряемся в заботах, в хлопотах, в деньгах, в работе, в семейных обязанностях, да, иногда мы просто забываем. Но так и есть. Пускай мы даже физически этого не помним, но наша душа — это ее теплое воспоминание, вот этот храм. Именно поэтому принято сейчас в период с первого по... вообще с семнадцатого тому за по девятый ава сейчас в этот период принято изучать строение храма, да, как он был построен, сколько там палок, досок было, какое расстояние между ними. Почему? Потому что это то теплое воспоминание, которое греет нашу душу. И пусть даже я, когда открываю законы храма, я такая думаю, вау, ну какая мне разница, это было там триста метров или сорок метров, какая мне разница? Но для нашей души есть разница, да, она начинает просто вот моментами, да, в память она вливается в это все, она начинает вспоминать и, конечно же, ностальгировать, да, по нашему тому теплому-теплому месту, то место, где мы себя чувствовали хорошо и уютно. Это наше теплое такое воспоминание еврейского народа, вот. Вообще, давайте немножко вернемся, отмотаем время назад и вспомним те события, когда наш храм был разрушен. Сказано, что седьмого ава враг, скажем так, пробрался в храм, седьмого и восьмого он сидел, пировал в нашем храме и разрушал его, и девятого ава вечером он поджег храм, и храм горел с девятого, и храм горел с девятого вечером, и весь десятая, все десятая ава храм наш горел. Но мы считаем в иудаизме, что начало трагедии хуже, чем конец трагедии. Именно поэтому мы, для нас вот эти печальные события, именно девятого ава, все это для нас как бы разрушение храма. И с тех пор, каждый год девятого ава еврейский народ не забывает, еврейский народ помнит поститься и скорбит по храму. И это то, что нас сплочает, это то, что нас соединяет. Да, есть такая маленькая история, я помню, год назад, Новоикра рассказывала эту историю, как однажды Наполеон проходил мимо синагоги, и он увидел, что там сидят мужчины и плачут. И он не мог понять, как такое может быть, что мужчины сидят в синагоге и плачут. И он заходит так, простите, позвольте полюбопытствоваться, да, почему вы плачете, что произошло? И те ему отвечают, как вы не знаете, наш храм, он разрушен, его разрушили. Он говорит, что без моего ведома, или это я случайно разрушила, что это за... какую синагогу вашу разрушили? И те начали отнекиваться, нет, это не синагога, это наш храм, две тысячи лет назад. И Наполеон такой, что вы скорбите по храму, который был разрушен две тысячи лет назад, серьезно? И тогда он сказал, что тот народ, который на протяжении двух тысяч лет скорбит, помнит, уделяет этому внимание, из года в год мы постимся, мы помним, мы говорим Всевышнему, пожалуйста, отстрои наш храм. Он говорит, что те, кто действительно, да, уделяет этому время и помнит об этом все, что значит храм действительно будет отстроен, я не сомневаюсь. Это то, что сказал Наполеон. И это действительно то, что сплочает наш народ, это показывает наше единство, что мы верим и говорим Всевышний. И даже, что прошло две тысячи лет, мы уже вообще ничего не помним, мы следуем слепой верой за тобой, но даже, что прошло столько времени, мы все равно знаем, что ты отстроишь наш храм, мы все равно будем изучать законы храма, мы все равно да с тобой, мы все равно тебя не оставим. Даже, что был советский режим, который просто искоренел все еврейство из нас, выбивало это, все равно мы будем соблюдать, все равно мы будем помнить, это все равно не выбить из нас, потому что мы евреи, и это большой-большой показатель нас. Вот, и мы с Раташем, конечно, чтобы наш храм пусть будет отстроен, и мы все встретимся в Иерусалиме в скором времени и скажем о мэйн. Всем хорошего вечера и спасибо за эфир.